Все чаще и чаще начинает звучать вот это вот слово «переговоры», «заморозка конфликта», «перемирие». Причем это слово, внимание, звучит не только на Западе. Президент Украины неоднократно говорил, что будут представлены предложения о завершении войны, ну в якобы подготовке к второму саммиту мира. Это мы знаем. Но интересно, что и там на болотах зазвучали подобные заявления. Именно так, что нужно перемирие. Ну вот открываем на российских за нацистов. Например, Максим Калашников. Что он пишет? То, что заморозка войны становится вынужденной мерой и для нас очевидно. Налицо огромная проблема износа, огромного утомления не только ВСУ, но и наших войск. О том, что у нас норовят ставить в строй толком невылеченных раненых, много говорят в последнее время. Вчера мы делали видео как раз на тему того, что на костылях и в бой. Почему так? Потому что в противном случае Путину нужно проводить мобилизацию. И вот эти заявления о переговорах говорят нам о том, что с большой вероятностью, да, Кремль тоже начал готовить россиян к тому, что его, но в смысле Путина, будут водить за нос. А он будет делать вид, что ему это не нравится и потом возмущаться. И вполне возможно, что как раз вот все повернется в сторону заморозки конфликта. Не исключено. Но это не значит, что те самолеты, которые законтрактованы для Украины, не будут переданы Украине. Насчет самолетов, да. То, что произошло накануне в Миргороде на авиабазе, ну, честно говоря, хочется сказать, алло, СБУ, что там с командирами? Как это так? Если кто-то потеряет по глупости какой-то миномет, то контора пишет и дело рассматривается. А тут, ну, потерян как минимум не один самолет. И на фашистском видео это видно. Хотелось бы каких-то выводов. Тем более, если минометы мы производим сами, то самолеты нет. Нет, я понимаю, что скоро прилетят F-16, и многие думают, что все проблемы будут решены. Но это не значит, что то, что у нас есть, не надо беречь. Потому что то, что есть у нас, оно уже здесь и сейчас. А то, что будет поставлено, это будущее. А иногда оно туманное. Давайте разбираться, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Давайте начнем с этого слова. Переговоры. А складывается ощущение, что на этот раз Зеленский действительно хочет переговоров. Любая заморозка конфликта, это будет означать, что часть территории Украины останется под российской оккупацией. И здесь нет никаких позитивных новостей. Это нужно четко понимать. С другой стороны, друзья мои, у Владимира Путина, у него же амбиции все-таки были больше и веселее. И чтобы как-то подсластить вот эту вот пилюлю, факт того, что Украина была, если будет, они уже понимают, они теперь вызывают на помощь друга. Как же его зовут-то, этого друга? Его зовут Дефолт. Они почему-то считают, что теперь как раз наступил момент, что все, у Украины закончатся деньги и так далее. Ну, я, честно говоря, не сторонник такого подхода. Тем более, мы крепко сидим на западных донатах достаточно давно, и это не является секретом. Еще они обычно добавляют, Украина замерзнет. И этой зимой, конечно, нам будет сложно. Но почему мы не замерзнем? Не замерзнем, потому что хотим жить. Потому что других тут вариантов нет. Хотя, опять же, ясно, что зима будет суровой и сложной. С 1 июля председательствовать в Евросоюзе до Нового года будет Венгрия. С 1 августа Украине грозит дефолт. Потому что кроме тех триллионов, которые они набрали у государства, там можно вести какие-то переговоры, они еще набрали 20 миллиардов долгов у частных инвесторов. Те один раз давали отсрочку. В этот раз отказались. И дальше выбор такой. Либо все пожертвования, которые делает Евросоюз, придется отдавать в качестве процентов по уплате долга. Либо будет придумана какая-то схема списания долгов, отстрочка долгов. Ну, в общем, никто сейчас давить на Украину в финансовом плане не будет. Насчет венгров. Это же прекрасно. Но сейчас в Киеве находится премьер-министр Венгрии. И он является главой государства, которое председательствует в Европейском Союзе. Перед приездом в Украину он сразу сказал, что его приезд – это первый шаг к миру. Ну, или несколько шагов. И опять же, что-то мне подсказывает, что дыма без огня не бывает. Но вот эта вот тема переговоров, ну, получается, да, многие уже не хотят штурмовать Волчанск. В Грайвороне, это окраина Белгородской области, в принципе, тоже готовы к переговорам. Там даже народ настолько готов к переговорам, что он начал интересоваться политикой. Обращаются к Путину, к министру обороны, жители этого, пока еще имеющегося на карте населенного пункта, говорят о том, что они хотят получить статус ребенок, СВО, получить какие-то компенсации. А особо ретивые вообще говорят, что им бы хотелось получить права, как на оккупированной части Херсонской области. Что это значит? Что ты получаешь бабки из российского бюджета и уезжаешь на какой-то другой полюс, в общем, в другую часть Российской Федерации, но какое-то количество миллионов у тебя для старта есть. А белгородцам предлагают 10 тысяч российских рублей, ну и поцелуй Владимира Путина. Так вот, давайте-ка посмотрим, как они это подают, эту историю про переговоры. Меня не впечатляют эти разговоры о том, что якобы там Зеленский или Киевское, его окружение поняли, что нужно идти на перемирие, потому что того, сего нет пятого-десятого. Значит, ну первое, что я хочу сказать, тут есть как раз, на мой взгляд, объективные показатели, обычно ко всякого рода экономическим прогнозам, там 7 мая в Конгрессе США рассмотрят такой-то вопрос, после этого мир перевернется, или, наоборот, не перевернется. Но поскольку действительно у них дефолт, преддефолтное состояние, что, в общем-то, объективно тут вот не поспоришь, значит, если им Запад даст очередную отсрочку, значит, Запад их не бросил, ни на какое перемирие они не пойдут. Этот человек, вообще-то, учит россиян журнализму, но какой у них преподаватель, такой, собственно, и журнализм. Значит, сейчас ставки, цена вопроса, она настолько высока, что дефолт Украины и деньги на поддержку Украины и перемирие, это два вопроса, которые не всегда пересекаются, а точнее, в данном конкретном случае, не пересекаются вообще. Ну, вот эта вот фраза, что Запад их не бросил, но ее надо, наверное, просто зафиксировать, потому что, ну, Путин поставил на вопрос так, что действительно после Путина, да, будет прекрасная Россия будущего, а в случае проблем в Украине, то начнутся реальные проблемы у стран, которые сейчас входят в НАТО. Поэтому поддержка, она будет оказываться, в этом мало кто сомневается, и мне, честно говоря, кажется, и хочется надеяться, что даже в случае смены главы Белого дома, этот подход не изменится. Но почему? Почему Путин готовится к тому, чтобы его начали водить за его нос? Вы не знаете, ему ботокс в нос колят или нет? Это важный вопрос, потому что, если колят, надо аккуратно Путина водить за нос, потому что можно надавить и ботокс в брым, а там потом проведут пробу, и выяснится, что в ботоксе процента нацизма 146%. Как любит Владимир Путин, чтобы за него голосовали? Это категорический императив. Идя на переговоры с Украиной, в нынешнем ее состоянии, и в ее политическом состоянии, такое всегда нужно предполагать, что она тебя обманет. Она идет на переговоры только для того, чтобы тебя обмануть. Это категорический императив. Это не обсуждается. Это из области аксиоматики, метафизики и всего остального. Это первое. Заметьте, даже ястребы российской пропаганды, а это именно они, никто не опровергает сам факт того, что Россия на этот шаг пойдет. То есть они сразу прокладывают эту историю в краткосрочной перспективе, что Путин опять даст штангу. Ну, а потом будет ныть, как обычно. Меня обманули, меня водили за нос. Есть целая подборка видеокадров, где он просто жалуется на весь мир. Причем недавно мы с вами выяснили, что обманывают его не только западные партнеры, но и внутри России его тоже обманывают. Это у нас было в одном прекрасном предыдущем видео. И если вы подписаны на мой YouTube-канал и досмотрели это видео до этого момента, значит, мы с вами абсолютно на одной волне. А если вы досмотрели, но не подписаны, то как раз наступил момент исправить эту оплошность. Подписывайтесь, называем здесь вещи своими именами. Я не знаю, как сейчас мы в школе учили замечательную басню Ивана Андреевича Королова «Волк на псарме». И там были такие слова «С волками иначе не делать мировой, как снявши шкуру с них долой». Хорошая дефиниция, но тут нужно разобраться, кто же здесь волк и с кого нужно снять шкуру. Еще раз, я не рассматриваю эту ситуацию условно с чисто гипотетической заморозкой конфликта, как идеальной картиной мира для Украины. Конечно, нет. Слушайте, если хотя бы один квадратный миллиметр украинской земли остается в оккупации, здесь нет ничего хорошего. Даже сам факт того, что, кстати, Путин сейчас кидает и на костылях, и на мотоциклах, и на костылях вперед. То есть, очевидно, у них идея такая хапнуть побольше земельки, вот сколько можно, чтобы потом фиксировать это так называемое перемирие. Но будет ли оно? Это большой вопрос. Многое зависит от нас. Ключевой момент, конечно же, зависит от нас. Но и от западных партнеров зависит, от техники зависит. От систем поражения, от возможности бить по российской территории и по российским аэродромам. Ну, как-то странно, да? Эти негодяи по Миргороду бахнули, попалили наши самолеты, и продолжают взлетать с Балтимора в Воронежской области. То есть, и к тому, что будущее не предрещено. И разговоры про перемирие, они чисто гипотетические. Но просто я хочу подчеркнуть, что да, у нас есть усталость от войны. Но там тоже есть усталость от войны. И внимание, ну не просто так. Вот эти вот генералы высказывают такие странные речи, и таким образом крошат батон на Путина-маньяка. Ну, я считаю, что эта война самая серьезная, самая страшная война из тех, которые российская армия участвовала за все время своего существования. Этот генерал говорит о том, что Россия воюет на своем максимуме. Мы тоже воюем на максимуме. И да, допинг нам в виде западных самолетов, которые летят и бомбят, был бы не лишним. Вот пока шкуру долой не снимут до конца вот с этого, и всех, кто за ним стоит. На мировую идти нельзя. В принципе, это не значит, что по разным соображениям мы не будем вынуждены пойти на такие переговоры. Ну, то есть шкуру нам придется снимать с американцев. Оля, садись два. В 95-й квартал в юмористическом шоу тебя не возьмут. Слишком тупо. Значит, снять шкуру с американцев было бы неплохо посмотреть, как вы попробуете это сделать. Но пока даже американские БПЛА, которые патрулируют Черное море в нейтральной зоне, вы почему-то не сбиваете. Хотя все криком кричат, что они наводят ракеты на Крым. Вчера, между прочим, не только Шпамир году прилетело. Прилетело и по Крыму, там по военному объекту. Воинская часть горит. И нам это всегда очень и очень нравится. И поэтому, с кого снимут шкуру, это большой вопрос. И местами слишком много этих признаков, что шкура у Путина начала отслаиваться, это тоже факт. Я бы нашу медиакратию укрепил в этом смысле. Для победы в информационной войне. Тут по поводу какого-то репера все говорили, Москва там вся приветствует. Но я к этой части Москвы не отношусь. Речь идет о Канне Вести. Ну, такой достаточно скандальный персонаж. Я не фанат его музыки. Кто хочет, может послушать. Смысл в чем, что он там и политические темы рассматривает время от времени, радуется по поводу того, что увидел отражение Гитлера где-то или фотографию его. Ну, такой прикольный парень. И он приехал к современным нацистам. И, в принципе, ему там нормально. Хотя были у него тексты в поддержку Украины. Это тоже нужно зафиксировать. Вопрос тут следующий. Значит, что мы слышим? Вот эта вот супердуховная держава, как они себя называют, преклонили свои белые колени перед американским чернокожим рэпером. И у них сейчас эффект приезда Такера Карлсона. Помните, этот прекрасный якобы американский журналист выслушивал лекцию от Владимира Путина про Печенега, Фарь Юриковичей. И да, и Гитлера вынудили. Мы это тоже помним. Я сейчас думаю, будет ли Канне Вести встречаться с Путиным, чтобы обсудить этот вопрос, кто же вынудил Гитлера начать Вторую мировую войну. И были ли другие варианты. Но если вспомнить про Такера, как описывала российская пропаганда его приезд. Такер поехал в магазин, Такер купил булочку, Такер покушал кусочек этой булочки и проглотил. Ну а далее, соответственно, уже специально обученный отряд ФСБ телеграфировал Путину в прямом эфире. Такер покакал. У Такера все хорошо. Ну то есть, свою вторичность они всячески фиксируют. Потому что вот из-за океана, или как они говорят, из-за большой лужи приехал человек, большой человек, и тем самым они подчеркивают, что они еще кому-то интересные. Причем, если кто-то приезжает, например, из страны восходящего солнца, или какого-то там, ну в общем из Китая, то никаких эмоций это не вызывает. А вроде как все славеса направлены на то, что прочь от Запада, все ближе и ближе мы будем к китайским братьям. Они вам не братья, они вам хозяева. Ну, кто-то же должен был об этом сказать вслух. А вот наша победа в информационном войне будет тогда, когда какой-нибудь русский, прости господи, рэпер, приезжает в Нью-Йорк, и весь Нью-Йорк стоит на ушах около местной гостиницы и ждет, когда он появится. Да, заняться уринотерапией в эфире телеканала Рашка-1 это дорогого стоит. По сути, тут сказано, что вся эта многотысячная армия информационных войск Путина не справляется, потому что, но не могут они выиграть информационной войне. Почему? Ну, в первую очередь, потому что всегда врут, это первое, и второй аспект, потому что, ну, потому что они нацисты, потому что они перешли границу, они напали. Тут же Канниевест знают об этом. Кто границу пересек, тот и Гитлер. Собственно, все. Но давайте-ка послушаем, как можно выиграть в информационной войне. Здесь закрадывается масса вариантов. Возможно, этот Третьяков не такой дурачок, как может показаться на первый взгляд. Я пока знаю только одного такого гражданина России, который, если приедет в Нью-Йорк, то пол-Нью-Йорка выйдут на него смотреть. Это Владимир Путин. Но он не репер. И вряд ли он поедет в ближайшее время туда. Кажется, Путина пытаются заманить. Да-да, мы сразу сдаемся вопросом, а почему Путин не едет в Нью-Йорк? Ни на Генеральной Ассамблею он не приезжает. Вообще, в страны Запада перестал ездить. В Армению не ездит. В Украину боится там, где ведутся бои. Потому что может что-то прилететь и он помрет и сразу сдохнет в результате этого. А не ездит он туда, потому что его разыскивает Международный Криминальный Суд. Но сравнение Путина с каким-то артистом что-то значит. Это значит, что так себе у Владимира Путина авторитет. То есть, они вроде как его всем вылизывают и поплевывают на него одновременно. Это тенденция, которую я отслеживаю уже не первый день. Ну и вы тоже, ведь мы здесь единомышленники на этом YouTube-канале с поэтическим и романтическим названием Роман Сомболюк. Вы подписаны и это здорово. Самое главное, оно никоим образом не меняется. Украина была е и будая, а на российским захватчикам могила, потому что на другое они не заслуживают. Пропагандисты это захватчики. До побачения.